привет ребята привет подписчики привет зрители канала вот решил показать вам чтобы не пропадать из виду как мы здесь живем с валеркой валерка вам химичит короче затопило строящийся бассейн откачиваем воду ну просто так показать где мы находимся какая тут хата тут проводка временную накидали но это не мы до нас соплей тут навешали вот мы теперь все приводим в порядок еще тут проблема одна ламинат вздулся надо будет перестивать такая тут печка печка кстати козырно сложено так офигенска такая здесь хата двухэтажная пойдем посмотрим там где-то короче еще добавок ко всему ну такой чувак ищет дешевые руки и вот и где-то а вот потекла крыша короче это просто пипец потекла крыша соответственно тут тоже будет капец этому ламинату вот он уже начинает вздуваться просто не знаю как такое как такое могли допустить вот вот тут проводку наружную короче мы делаем такая такая вот хата домик так неплохой сделан материалы закуплены хорошие вот лестница мне понравилось единственное то что очень узкие ступеньки сделано все вот в одном месте я только увидел шатается так классно вот здесь будет щиток у нас основной все пока тянем сюда начали с самых дальних точек вода во дворе условия во дворе вот сегодня два дня шли дожди сегодня солнышко покосили газон газонокосилкой в том домике мы ночуем там у нас кухня и спальня наша так прикольно прикольное место но чисто отдохнуть здесь жить здесь я не знаю магазин блин в трех километрах такой гараж с такими с механическими воротами они кстати могут быть и автоматически тросик идет такая хрень так здесь тоже наружное освещение будем делать на доме на всех вот этих строениях мы внутри сегодня вот задача x закончить вот этот дом мы второй этаж сделали теперь вот внизу здесь короче баня вот там темновато здесь баня баня кстати офигенска сделано печка снаружи задача здесь раскидать розетки розеток заказчик дофига короче заказалку 40 40 до валер мы купили да вот такая наружка идет такая вот наружечка валерка в этом шаре валерка рулит я труси балкон тут тоже есть балконе кстати тоже где-то не может быть что так заносило если заносило так дождь по всей поверхности вода бы была она вот только вот здесь короче крыша херова сделано тут тоже выключатель лампочка такая вот система связи нету нифига хотел стримы взял с собой гитару хотел думаю вечерами там сидим отдыхаем думал прямой эфирчик заряжу нифига нету связь только когда магазин выходим там метров 500 от дома начинает работать связь по инструментам по материалам все пока хватает вот откачиваем бассейн бассейн рассела туда воды сколько буду на откачиваться вот он уже качает на часа два два с половиной валерка наш до комбинезон у него трезвый еще не вечер прикольно и вот короче забор вот за этим домом и леса и километры короче начались в такой местности мы находим вот была гроза тут короче ну нет таких высоких высоких мест куда обычно молнии прилетают вот они прилетают очень много деревьев здесь побитых молнией вот раз молния херачит куда и вздумается такое вот у нас рабочее место с валеркой так температура у нас больше тридцатки 32 такое здесь градусничеще градусничеще так ну для отдыха здесь все есть мангал с мангал банька колодец такой чисто летний домик я не знаю здесь можно дров провести кстати печка сделана в конце дома это совершенно неправильно печка должна быть возле входа стоять по старинным русским технологиям здесь сделано вот так по еврейски а еще мне он сказал он тут трубу поправить я забыл сейчас вспомнил все комаров хрена знает сколько тучи летают такое видео чисто обзор чисто поздороваться с вами со всеми потому что еще раз говорю нету ни хрена связи вот это осень печально так сейчас мы проверим там насос это за ним постоянно нужно следить потому что он такой как сказать мембранный может забиться водичка течет замечательно так что ребята пока так пока без прямых эфиров вот тут раз мы вышли там возле речки сидели там есть связь вчера вот пошли в магазин короче дождик нас туда дошли нормально обратно дождик нас застал и пришли домой все мокрые пришлось включать этот электрический обогреватель сушиться ну заказчик заказал здесь блин лампосек куча на улице сколько 3 4 5 6 7 7 ламп наружного освещения будет такие вот 34 прожектора как вот на доме висит 4 прожектора диодных плюс еще такие декоративные фонарики вот как то так валерка суетится чего-то валер а это да замок сделали видимо дверь или чуть-чуть чуть-чуть покосилась или или что-то там случилось короче вот этот язычок защелка не работает ну короче так с дешевенько сделала вот он хочет кстати да хакит блять слово только мне прилипло хакит короче вот эту усадьбу еще думает конечно продавать не продавать вот это все он хочет продать хотит продать за 3 миллиона я думаю это нереально за 3 миллиона неотапливаемый дом как бы дачу покупать за 3 миллиона час это лучшем случае после лучшем случае вот мы ехали 140 160 180 он топил даже мы сюда добирались больше часа где-то час двадцать от москвы ну то есть если ехать нормально то это будет два два с половиной часа если ехать по правилам дорожного движения но он ехал по платке 700 сколько валер он говорил 700 чем-то рублей до по платке по платке вот мы ехали короче в районе 700 рублей стоит проезд по платной дороге ну чувак богатый а так обычному человеку это просто не под силу будет такие вложения бесполезные за домом надо ухаживать тут многое переделывать мне кажется что она крыша нормально сделала просто вот этот конек он очень узенький он по моему или двадцатка наверно двадцатка там даже 25 сантиметров нету а конек верхний обычно ставится 35 вот я дома крышу делал в деревне в липецке конек 35 у нас стоит очень часто бывает что ветром просто задувает туда под конек воду и поэтому крыша течет такая история все ребят маленький обзорчик всем спасибо спасибо что с вами смотрите а кстати еще можете поздравить нас заработан первый доллар вчера я смотрел было доллар 14 на монете за на монетизации но это начало может быть смешно но все равно первый доллар заработал все ребятки всем хорошего настроения всем хорошей погоды на улице и в душе все на связи всем до свидания а